здравствуйте вот встречаю вас такой коробочкой она у меня одна хотя многие рекомендовали их и вот я купила поэтому такую коробочку с такими проверками в нем не хранятся чешские бусины которые я купила когда-то в магазине scarabets красивые бусины polish всякие и так далее всякие бусины что я могла из микса вытащить такие специальных форм и я все время забываю про эту коробочку когда вышиваю броши а в этот раз я решила вышивать броши и вот вытащила эту коробочку и вытащила себе бусины которые мне подходят по цвету видите такие как типа листика где вот полюс голубой такие вот треугольнички всякие есть пирамидки есть треугольнички плоские в общем разные разные вытащила себе тут бусинки чтобы вышивать кабошон смотрите я вышел у меня были такие кабошоны птички кто помнит я показала распаковки вот здесь я использовала вот треугольнички вот у меня было четыре золотистых а потом еще четыре таких вот прозрачных с золотыми полосочками он так видно потом использовала бусинки polish маленькие светленькие там внизу здесь бусинки polish коричневый побольше и вышила когда этот обшила кабошон его видите я эта серия кабошонов на светлом фоне все птички я решила все птичек обшивать вот таким же цветом светлым как фон кабошона я обычно всегда свои кабошоны обшиваю в первую очередь бисером который подходит по цвету к фону так мне кажется правильным и золотистым здесь я потому что тут такой желтый есть у него элемент большой цветок но я решила все таки немножко торжественности внести кабошон немножко такой как сказать не веселый не то что не веселый немножко такой цвета у него не очень яркий пастельный такой да вот и когда все это вышло мне показалось скучным я еще вшила вот между двумя маленькими польшами вот такие синие бисеринки восьмого размера и обшила не хватало мне голубого обшила вот еще голубым эреа таким же как птички золотистым обшила сам кабошон и потом он тоже был скучный скучный я сделал такие вот красивые зубчики зубчиков у меня тут одиннадцатый без пятнашка и такой плоский бисер не видно наверно сейчас покажу вот он сейчас достану палетку палетку покажу он такой он по называется бисер спейс вот такое немножко плоские эти бусинки такие бусинки восьмой номер в израильском магазине покупала и получился вот такой видите значит я здесь уже использовала и бусинки полише вот эти треугольнички я к тому что иногда надо вытаскивать старые запасы и смотреть по ним что подходит к вашим брошам вот такая брошечка получилась одна сейчас я вышиваю брошечку вот я нашла у себя вот такие бусинки такие бусинки сначала думала и боком подшить а потом решила нет подошью их как они вот и лежат и вот смотрите я когда обшила опять же тут белый это тот же цвет фона и зеленый птичка у меня зеленая и когда я обшила поставлю лампу так хоть она и мешает нам уж говорить но пусть будет вот видите так вот эти бисеринки я выложила и когда я укладывала но просто так как бы на сухую да не пришивая были там маленькие отверстия и туда вот между ними вшила бисеринки вот они 11 эти же которыми пришивала вшивала иногда они чуть-чуть спрятались иногда больше выглядят но получилось нормально и мне не хватало цвета я взяла еще вот цвет крыла птички вышила вокруг рыженьки и такой цветочек получился но все равно вот это углубление цветочка она немножко крупная для обшивки и потом сама брошь бы получилась скучноватый поэтому я нашла у себя еще и вот такие вот тоже из какого-то наборчика вытащила бисеринки 8 размера но они почти круглые темно-зеленые подходят вот к этим вот лепесточку и обшила и вот так и нефритово по моему нормально получилось и вот когда я обшивала вот эту брошку я подумала зачем я делаю брошки я же могу сделать подвески а вот этих птичек сделать брошкой мало мне птичек было вышивать вот все вот этих птичек вот прям вот каждую птичку что здесь есть перерисовать и выжать ее как брошку а вот кабошон сделать подвеской разве не такая идея нехорошая и вот что я решила что я и сделаю сейчас возьму и нарисую птичку это хотя у меня и брошка но все равно птичку нарисую где-то вот такого размера эта птичка будет мне кстати на моего ворона кто-то сказал что он не фигуристый достаточно но смотрите могу ответить что я придерживаюсь стиля такого более схематичному во всех видах своих изделий и поэтому вот даже кабошоны покупаю всегда такие более какие-то такие анимационные до ненатуральных птиц ненатуральных каких-то а вот рисуночки я люблю поэтому у каждого свой стиль каждый ищет то что ему больше подходит ну вот примерно эта птичка немножко вот такая будет вот я думаю можно из нее подвеску сделать вот сюда прикрепить что-то и тогда ножки сделать ей просто такие вот болтающиеся можно сделать из нее подвесочку а можно не подвеску посмотрим еще что получится наверно брошка и вот каждый брошки вышить такую малюсенькую птичку не надо мне большую птичку может быть хвостик я все-таки увеличу вот так или так сделаю или треугольничками если уже у меня есть тут треугольнички может здесь куда-то треугольнички еще вставлю в крылышки вот посмотрим чтобы брошь соответствовала брошь птичка соответствовала кабошон тут еще интересный цветок есть смотрите можно и цветок вышить то есть взять и просто взять вот этот этот же рисованную брошь превратить в отдельные брошки и сделать из нее вот такие вот всякие еще дополнительные к ней броши смотрите чем не идея вот такой малюсенький цветочек сделать тоже вот вам пожалуйста уже еще идея для двух брошей вот цветочек и тут еще есть немножко элементов но я думаю что для брошей этого хватит такую малюсенькую брошь еще вышить цветочек она не очень большая именно как дополнение вот к этой броши можно вышить можно повернуть его на вот эту брошь носить а тут рядом цветочек или рядом птичка вот пожалуйста вот так вот эту брошь если сделать тут птичка немножко другая она смотрит вот видите у нее и не очень хороший кабошон голову срезали поэтому тут можно маку вышить здесь мак очень красивый такой цветочек мак вот смотрите это вот этот мак вот такой вот получается и 2 можно макс делать тоже кто не умеет рисовать можно сфотографировать и просто фотографию величие из компьютера или с телефона и обвести тоже идея правда же поэтому вот такие идеи для брошек я вам предлагаю теперь покажу вам еще в конце уже броши что у меня получится и может быть уже вышлю какую-нибудь птичку не буду показывать мастер-класс потому что мастер-классы по птичкам есть все уже в плейлисте птички там много всяких 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 приемов он смотрите вот одна и вот вторая здесь птичку можно не вышивать можно выше цветочки вот сделаю подвеску такую и два цветочка хотя два цветочка плохо сделаю один цветочек потом тут есть вот коричневые красивые такие штучки тоже можно вышить как цветочек можно восстановиться из ничего можно сказать вот у вас есть птичка и ваш кабошон из кабошона уже вышивать всякие штучки здесь тоже очень красивый лист вот этот можно вышить очень легко вот в эту сторону поставить рядом с брошью или рядом с носить это как подвеску а тут рядом лист такой вот это как типов папоротника да лист такой получается вышивать его стеклярусом например тоненьким и тут вообще красота особо и вышивать нечего тут прямо вот полоски стекляруса сделать такие немножко бисера и будет такой красивый листик вот так смотрите вот листик видите сколько сразу идей вот возьму такую серию сейчас заряжу сделать меня все еще чтобы повышевать как-то собирать украшения мне не хочется а вот повышевать такие вот красивые штучки они легко вышиваются может даже покажу какой-нибудь мастер-класс я с вами пока не прощаюсь оставайтесь со мной покажу вам брошь что у меня получились или подвески из этих кабошонов а мастер-класс вот по цветкам и по листику покажу отдельно закончила вышивать я броши вот с птичкой и с лепесточками вот такая получилась брошь ведь как она сияет здесь я решил очень просто ее обшить с таким вот оранжево-коричневым цветом цвета подкладки такой цвет он тоже присутствует тут броши и здесь я придумала сделать такой цветок типа маков что я вам показывала но сделаю здесь такой белый цветок как сопровождение буду отдельно вышивать броши сопровождения к этим броши мы об этом говорили уже но эту брошь я вам показывала такие зубчики придумала тут очень красивые зубчики получились и вот такую вручку я еще сделала и зубчики вроде бы зубчики но сделаны иначе немножко и поэтому смотрится иначе видите вот здесь я начала с крупные бисеринки с 11 пятнашка и очень большая а вот здесь я сделала две пятнашки и вроде бы зубчики но смотрятся они по-разному видите здесь брошечка совсем малютка я вшила сюда филиграйн и вот прям попросился у меня вот такой вот такая подвеска кисточка когда-то я делала броши парус ники кто не видел и там были у меня все броши с кисточками я накупила кисточек мне нравятся броши с кисточками они такие задорные всегда кисточку можно снять и повесить сюда что-то более серьезная как подвеску но мне нравится именно такая брошечка очень скромная в основном голубых тонах а потом мне показалось что надо ее чем-то подчеркнуть и вот я получила бисер как-то вот одна посылка прорвалась у меня через засло можно сказать но что есть посылки с 11 агентства мне даже из китая не вышли а это я заказала в конце ноября и вот она пришла ко мне и вот здесь очень красивый бисер сейчас я вам его покажу вот такая филигрань то вот здесь вот когда филигрань вшивается тяжело обшивать я просто вот приклеила такую вот еще одну филиграньку чтобы прикрыли вот эту часть хотя она аккуратно вышла и четвертая брошечка из этой серии вот такая птичка тоже голубая но иначе видите совсем другое другое у нее обрамление здесь я обшивала кабошон белым с голубым а здесь белым вот с желтым с тем оранжевым таким потому что здесь папирус главенствующую роль играет и поэтому уже вот так я ее обшила но чтоб как-то вот птичка маленькая тут и дать какой-то акцент я еще вот шила вот сюда вот такие яркие бисеринки в обшивку один ряд и опять же использовала коричневое которое вам сейчас покажу здесь рондели у меня разные вот бусинки из коллекции моих чешских бусин тут есть обшила ее просто и вот к этой броши мне просится вот сюда такой хвост шелковый длинный какой нибудь но у меня к сожалению таких кистей больших нет которые можно распороть что еще я тут сделала здесь обшила голубым а вот тут коричневым очень красивым коньячным таким с переливами бисером видите обшивка разная тут весь голубой а здесь вот такой коньячные чайные не знаю какой цвет вот такие брошечки сейчас покажу вам бисер что я купила бисер очень интересный я купила всего четыре цвета вот такой светло-зеленый темно-зеленый даже наверное не видно его вот так может быть видно светло-зеленый темно-зеленый коричневый такой красивый чайный такой темная заварка и бордовый чем примечателен этот бисер во-первых он крупный этот бисер два с половиной миллиметра он не 2 миллиметра на 11 на 10 номер я так понимаю и все бисеринки они внутренний окрас у них разного цвета а внешнее стекло у них по моему желтая сейчас увидите видите там просматривается внутренний окрас такой розовый если видно потому что я вот что себя в телефоне этого не вижу сейчас посмотрю вот такие бисеринки они очень ровненькие все хороший бисер ровный но интересно окрашены вот тут вот алые посмотрим на них вот так наверно видно все таки да там внутри вот алая такая прокраска а снаружи желтое стекло я так поняла потому что сейчас я вам покажу другой бисер у них у всех получается вот примерно одна и та же история у них они сделаны из желтого стекла сейчас вот здесь у меня коричневый очень красивый мне он очень нравится я его в рожах использовала вот видите видно что желтое стекло у него наши прокрас внутренний коричневый на стекло желтое такой миссер ссылочку оставлю внизу и вот это висер там есть много цветов я выбрала такие вот опять же у него стекло цветное и внутри там зеленый прокрас если видно видно и просвечивает таким зеленым получается он светится у меня одна красная одна из зеленых пас и светлый зеленый некоторые прямо видно это желтое стекло а в некоторых не видно вот здесь видно вот видно а в некоторых как-то вот не очень просматривается у нас вот такой интересный бисер взяла всего четыре цвета мгновенно закажу еще это он относительно дешево ведь я его купил за доллар 29 сейчас он стоит доллар 36 китайский хороший бисер деликов крупный потому что он ну точно 10 а то и 9 размера он крупнее чем 11 вот где я тут вышла так чтобы видно было вот смотрите вот это вот он а рядом вот здесь вот 11 видно разница этот намного мельче чем вот этот видно он крупные до вышивки а вот в этой броши еще у меня была вот всего одна такая бусинка красненькая вот я сюда в центре вот поставил как раз у меня тут отверстие образовалась и так она хорошо встала ссылки на бисера ставлю начну делать сейчас вот сопровождение этим брошем вот цветочек мы сказали тут мак будет здесь белый цветочек а здесь веточка обязательно покажу вам что у меня получилось а я с вами прощаюсь до следующих встреч до новых идей вышивок украшений щедро делитесь с нами своими работами подписывайтесь на мой канал на канал других рукодельниц нас это всегда очень воодушевляет ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч